алё алё звонил да здорово звонил ничего как ты там поживаешь акту этом тусовка с этим насчет гудмана не решили проблему смысле не решили проблему новый штан что-то пытался что ты извинился какому консенсуса пришли никакой проблемы нет но я просто сейчас как раз таки смотрю вот этот видос я просто еще до конца не досмотрел поэтому я такое еще мнение сложилось но скажи это самое в общем ты забил на него да мы кого ну на весь этот резонанс какой резонанс ну то шутя зоне вот это какого роман там смысле забил как бы ну вот смотри помню вот этот звонок что он просил тебя извиниться до публично а ну ты просто до конца не досмотрел ну да 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 это только там час большие просмотром этот там в конце неожиданный поворот ну она не говорит это держи индигу до последнего да да ну в принципе есть еще опросики не озвучены тогда можно да потрещать если ты не против меня принципе наши как как недолго где-то часик потом сейчас на тренировку по бестера если ты пораньше позвонил побольше вы потрещали бы на какую тренировку вольная борьба понятно спорт это хорошая штука здоровье уверенность на улице без спорта уверенности на улице не будет какая тут уверенность если ты там ходишь там дрища не может себя постоять это нападает как тебе мышцы не помогут не мы знаешь не в мышцах дело а умение владеть своим телом можно быть тупым качком и можно быть каким-то там дрища ватом там скажем как бывай сайт и да и умение владеть телом те тоже не поможет против моего ножа ну и знаешь такие ситуации как бы зря до вон выходящий конечно сейчас и возможно и участились я не спорю но если так вот без ножа то у тебя преимущество будет ну вас среднестатистическим данным ты кто пойдет на нападать без ножа хотя бы не найти рассказывать как у нас в принципе в основном бывает бывает конечно да и стреляют вот бои недавно были как летом там что-то ром санули пихнул там с нашей стороны тот полетел по ступенькам достает рома ты начинает по всем пулять и попал короче переносится совсем человеку не имеющего отношения к этому конфликту надо по ходу как выяснилось люди которые только что зоны вышли смысле но откинувшиеся они дома как-то их там боец выступал его поддержки было он такая блатная если но они там что-то не захотели заход платить с нашей стороны человек пошел в мирным путем все урегулировать начал стрелять нет мирным путем он просто как-то что-то толкнул полетел с лестницы находился ступеньки полетел вступился что ли не долго думаю достает ромат начинает гулять так что ты в такой ситуации да никакая там борьба тебе не поможет это я согласен борьба вообще не для этого но борьба знаешь вот есть один чемпион я с ним хорошо знаком он именно побеждал от его фишка то что он борьбой брал валил и дальше в этом партере продолжал висеть борьба вообще-то эффективная штука ну и как минимум конечно нужно знать там удар поставлены оси с боксером так вообще шикарно будет стоишь момент он многие открывают и проходишь его вырываешь тоже доказано как ты говоришь да не ты дезинформирован борьба до борьба для другого борьба чтобы телочки давали нет 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 как раз таки сейчас теми ребятам которые занимаются или интересуются они все же надо все педики нет они все над натуральные женаты они это просто их уличение это высот пытается добиться им это абсолютно не нужно про других я не говорю который там занимается мне абсолютно все равно те которые приближены ко мне я хорошо знаю там уже мастера международники у фанатики своего дела все равно борьба не для этого чтобы пресс подкачать там чтобы челочки давали ну знаешь что может можно у тебя такое мнение и есть немало людей которые именно так я еще до борьбы я просто ходил качалка занимался у меня не просто так для себя а именно как ты говоришь девочки да у меня такое было вот это момент а на данный момент знаете людей я могу сказать у них совсем другая мотивация вот именно тесно с которыми общаясь а другие не знаю что их не спрашивают что ты делаешь но могу сказать спортсмены у телочек конечно они пользуются способом отчасти ты прав ну как они просто время тратит свое но с другой стороны во всех их дежухах они вот сукая постоянно мои товарищи там вместили участвовали всегда были плюсы то есть они физически подкованы в этом стояли за себя и за телочек стати так еще их больше возвышалась таки подходят молодец ты красава но и дальше без подробностей но я что говорю ты отчасти ты правда но нельзя про всех так говорить я все почему говорю среди тех вот с кем я общаюсь тесно у них не такая мотивация у них уже серьезно нормально ну слушай ну давай это самое еще опросе есть если ты не против хотя позадаю давай вот я вот забыл откуда куда делась принцесса диана куда делась принцесса диана а куда делась это фейк доживет нормально живет себе живет браток нормально живет там подземной базы у иллюминатов нормально живет там икрой питается все хорошо ты за себя уже переживай да это понятно а в какую смысл было замутить эту смерть и чего не хотели добиться но это театр это иллюминатские игры просто но это понятно но что конкретно есть информация ну что конкретно интегрирует мета идею устраивают цирк чтобы а для чего они устраивают демократическую партию и этот республикан республиканцев для чего они дебаты устраивают выбрать и для того чтобы создать иллюзию это же магии иллюминат и магия смысл в том чтобы иллюзию создать как бы чтобы развлекать шлеперов на текущий отчет означает шлепер на каком языке но это носильщик этих клюшек для гольфа понятно я понял такой обслуживающий персонал да ну да слушай вот как вот с людьми общаться от пытаясь нанести вот и говорю то что ты сейчас живешь говоришь жидовской оккупации привожу ему доводит это не доказательство они пытаются занять золотую середину вот как мы с такими людьми общаться забить на них или как бы ты себя повел они не смотря смотря кем тебя эти люди приходятся но близкими людьми конечно ну если это члены твоей семьи ну не совсем то мои товарищи друзья это большая разница если члены твоей семьи имеет смысл инвестировать время все-таки попытаться объяснить а если это просто твои друзья товарищи которые не входят в твою семью никак не твои родственники то я бы просто забил хуй на них вот они говорят да я и про иллюминатов там слышал про масона но они реально недооценивают иллюминатов недооценивают ну да тоже что касается вопросов медицины там говорят да вот я там верю таким-то ученым ученым там какие-то препараты там какие-то новшества там для улучшения там здоровье людей но вопрос а кто позволит чтобы улучшала здоровье то людей выгодно ли это и ну разумеется что нет но вот точно так же вот я говорю они скажут он говорит что у тебя параной ну а ты как сам оцениваешь у тебя паранойя я считаю что нет я считаю отрезу отношусь к этому моменту ну значит паранойя у него и про плоскую землю так и не доказала все ролики тем студии смотри тащит вообще он да там обманывают нас с космосом но отчета дали 4 царь но это не доказательство как доказательство вот этим студия все чутко даже твои не показывают когда тобой еще не особо знаком творчество а у него же 12 роликов было ну смотри смотрите а надо попробовать показать ему мой фильм другая сторона этот фильм был создан специально для людей которые кончены уже ну максимально эффективно чтобы человек увидел понял что земля плоская там и на лупе используются другие приемы если этот не поможет этому шлеперу то уже ему ничего не поможет я понял тебя а что ты скажешь по гундяева ну масончик просто посвятился масона уже ездил туда антарктиду нормально посвятился там ну можно сказать что гундяева для меня не существует это подтвержденный масон убийца педераст еврей кстати вот поэтому с ним все понятно надо от него подальше держаться и оставлять лоли наедине с гундяевым это изнасилует а тебя посадят в тюрьму за изнасилование носилась будет гундяев а посадят тебя понимаешь а вот это вот что это церковно это приходские школы и католические там он специально там этих содержали детей для той цели чтобы потом насиловать и выдавать да где где в католической церкви ну да где-то там что ли при елизавете что ли чтобы насиловать детей потом убивать ну да не специально содержали эти школы по красотники что ли ну как я понял ну я такого не слышал конкретно но зная их конечно не исключен такой момент да конечно не исключен можно вполне рассчитывать на это но это видишь как происходит то нормальный здоровый человек он будет просто насиловать да они еще убивают понимаешь что с чем отличаются здоровые люди от больных здоровый человек нормально там лоли изнасилуют да больной какой-нибудь еврей еще убить надо потому что мозг поврежден уже все слушаешь со школьник как тебе нормально общаться не нагружает они поведением своим кто школьники да я редко общаюсь поэтому не могу сказать что нагружаю так слушал ну прям как их не выносил ни один раз можно послушать как бы для ничего не живут за интерес живут чем дышат для чем живущим дышат ну а ты вообще такого физиономики я так понял ты немножко так шарю для ну разумеется вот недавно товарищи на дом в гостях я вот как раз таки твои стримы показывал там как заинтересовался он заинтересовался да мы чиними комп он купит починю комп он будет смотреть типа ты чини комп он будет смотреть ролики инсайдера ну типа да посвящаться как он сказал понятно видишь как уже а скажи и вообще доволен своей деятельностью вот она какие-то плоды приносит но ты имеешь ввиду плоды людям ну да вот как на просветление честно говоря с точки зрения просветления я недоволен по большому счету купить или помощь по большому счету нужны крупные инвестиции чтобы влиять как бы на людей сопоставимые с ротшильдом там ну хотя бы какие-то инвестиции там ладно там не с ротшильдом сопоставимые но хотя бы какие-нибудь вот а так как бы ну смотри то есть чем чем напряг такой легкий да есть например какой-нибудь канал и и гнатенко да там василия или как там его сектанта который убеждает людей что земля сферическая да как бы его там пару тысяч людей послушает до меня пару тысяч людей послушает и останется каждый при своем мнении почему то есть правда она по сути то никого не интересует понимаешь интересует просто послушать и остаться при своем мнении и слушать тех которые будут вещать согласно тому как ты уже изначально мыслишь мало кто меняет свое мнение от просто из принципа потому что все очень такие такие чертовски важные персоны как говорил кастанета знаешь и вот они пойдут послушают там игнатенко который там за сферическую землю там гонит какого-нибудь там этого шамилевского я не помню как там его который говорит что мы это внутри земли то есть понятное дело что обе гипотезы абсолютно не рабочие ну людям без разницы на это как бы и потому что я же говорю правда никого никогда не интересовало и тем более из шлеперов правду кто за правду готов но страдать этих людей очень мало и даже ментально страдать никто не хочет понимаешь чтобы как-то переучиваться менять свои убеждения говорить что я всю жизнь ошибался то есть но это все равно страдание какое-то ментальное то есть отсюда такой вот вывод напрашивается что далеко не каждый человек умеет пользоваться своим разумом верно ну смотри ну можно и так сказать конечно да они бы может быть и воспользовались но тут дело в психологии в поведении людей понимаешь в том что для чего они живут в том что они биороботы прошивка сознания как говорит ванамас понимаешь человек стал утром у него прошивка сознания идет чистить зубы потом завтракает там выкуривает сигарету то есть паттерны поведения постоянно но все на теле зале все это понятно вот и живет вот так вот а ты записывай свои действия как ты живешь что ты делаешь а потом после этого там каких-то ритуалов паттернов поведения человек идет там включает своего любимого блогера да там игнотенко кто 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 топит за сферическую землю там и вот наслаждается там да или кто понял что земля плоская там меня включит например будет наслаждаться то есть вот и получается что как бы людям просто но не то что скучно ну да основная мотивация скучно процент очень низкий реально тех людей которые но которые хотят узнать правду которые ну действительно им это интересно да как она на самом деле такой проднул очень мамал процент таких людей в основном просто как развлечение подтверждение со своей реальности то есть в голове которая до своего ну да просто чтобы подтверждать свою реальность извлекаться как-то в общем ты все вот эти познания в основном сам подчерпывали ты говоришь там тебе помогали какие познания ну вот что мы часто у беседу конспирологические все эти познания на конспирологич конспирологическую тему ну да ну мне помогали я понял слушать лишь ты гитаристы нет нет я могу пара койда взять максимум слушай а что-то думаешь насчет аудиофилии тебе известна такая тема не уверен поясни аудиофилы это те люди которые настолько вот я считаю что это уже болезнь такая которая настолько абсурдно что считает что если приподнять аудио кабель пола на определенную высоту то средние частоты будут изучать гораздо чаще даже специальной поставки продают я уже не говорю о метр о цене за метр провода я уже не говорю о цене за проверитель компакт дисков там миллион рублей стоит это реально развод галима развод вот есть человек который разоблачает их там даже какой-то суперский дорогой кабель с обычным проверяли там цвет через прибор специально пропускали и что там что там одинаковые результаты что ты можешь сказать на эту тему стал керса ли ты куда-нибудь а ну смотри значит аудиофилы все пидорасы просто тратить тратят свое время на хуйню очередной вообще все люди они ведут себя как пидорасы то есть тратят свое время на какую-то хуйню вот я сколько живу замечаю то есть они еще не создают ничего не производят а если работают то работают на копей за копейки если что-то производят на производстве то им платят копейки тоже гордиться нечем а вот особо вот и просто на какую-то хуйню какие-то аудиофилы там киноманы блять игру в анамас все четко уже давно разоблачил все кто киноманы пидорасы все кто аудиофилы пидорасы с прошивкой сознания понимаешь ты блять этот какой нахуй аудиофил ты блять создай что-то лучше сделай проект начни какой-то там а как насчет музыкального творчества создавать что-то я говорю этот аудиофил блять ты создаешь что-то лучше одну песню вот например я музыкант звукорежиссер я в электронной сфере развиваюсь ну ты создал что-то естественная композиция но вот молодец все время даже для студенческого коллектива носа делал тебе надо больше создавать чтобы на альбом на песен там создавалась ну я думаю сборник сделать альбом не назовешь потому что там и разноплановые могут быть вещи на сборник пократи просто знаешь как ты говоришь что ну и лично я их называю просто больными вот на студии звукозаписи так не заморачиваются там цена там бинза цифра аналогов преобразователь который цифру в аналог дако в колонке идет звук он стоит миллион рублей в то время как звуковая карта там будет стоять который профессионально который там мадонна не побрезгует там записываться три штуки баксов скажем но это не миллион рублей я просто в афиге как-то мне доводилось одним вот общаться я не стал с ним споря знаешь он говорит что он там разницу слышит а потом знаешь вот из человека разоблачить интересный эти ссылочку с кем он там слепой тест устраивал по звуковым картам например вот за три штуки баксов и гораздо дешевле и в итоге не могли отличить звучание что именно играет возможно если он там будет знать изначально то что это там первое там образец там играет об дорога можно уже светом внушить себе как-то уже накрутить и в пользу первого образца скажет давно там круче звучит но именно слепые тесты они конкретно разоблачают да не не браток это все происходит от скуки начинают там аудиофилы хуилы там начинают от скуки там музыку слушать при прислушиваться начинают моба вбить от скуки начинают там качаться от скуки я имею ввиду серьезно так вот звукорежиссеры так не заморачиваться конечно они должны слушаться для того чтобы адекватно свести звуковой материал правильно там калибровку сделать там компрессии где-то убрать добавить эквализации это обязательно конечно нет но они так не заморачиваться не так себе не ведут и не совсем другая психология я посмотрел на них они как имбецилы какие-то ну представляешь там миллион рублей за проект или компакт диска когда они все там имеют лазер там первого класса цифра беде единицы и 0 мне абсолютно там идентично нам воспроизводит так что вообще в афиге и заняться потому что нечем людям возможно ну вот это такое явление с не то как-то лишь киномании там да я вот знаешь на форумах тоже там это звуковая карта лучше это как это уж а в то время когда эти петухи спорят уже собой другие берут и делают берут и делают ну там на фу на форумах там скал скалата только одна ну и школа тогда они там по взрыв под взрослых косян самоутверждаются когда вот и помню тоже по форму влазил там сейчас в твою эпоху цифровых технологий сейчас уже все эти железный инструмент там синтезаторы те же самые они уже даже те же самые от аналоги те же самых рондах там они имеются уже софтом варианте ничем не будет звучать даже по гибкость они там покруче будет вот то время как они спорят что лучше софт и железо другие берут и делают и выпускается на лайбов и такой-то абсурд мозги это засраны ну это психология шлепперов подносят клюшки и обсуждают клюшки какие клюшки лучшие самые играет другой человек понимаешь слушай а ты с тимовским хорошо общаемся да ну да это на него тоже как-то поднаехали нет как я успел заметить на нет тут только с будма нахуел сказал что будет снова в подгузнике понадобится так нормально вроде я не знаю а слушал какие-то дальнейших перспективы где-то там проекте создать думаешь об этом проекте и создать ну что-то долгу плане твоего развития дальнейшего если какие-то планы духа что значит планы развития я каждый день развиваюсь достигаю нового уровня вливал левал об каждый день постоянно развитие идет я имею ввиду какие-то новые проекты там под возниками каким-то там что-то вот вроде этого вот я лишь какой-то новый канал за знал да нет не создал а что-то помню с кем-то общался вуде что такого промелькнула ли я ошибаюсь но у меня пока три канала а вот вот какой третий у тебя я хочу посмотреть ну третий канал там просто вечный жид залит там пустое а вот личность сталина хотел просто вот они говорили не а ну не ну какие проекты браток проектов может быть много просто если что-то делать да например там инсайдер fm это уже ты подписываешь себе вторую работу просто я-то не против в принципе да но надо взвесить все потому что это как вторая работа а если это как вторая работа ты каждую неделю должен делать выпуск гарантированно на то это как вторая работа значит надо и донат какой-то подключать вот с донатом получится как у сол гудмана поэтому тут тоже вопрос конечно но вообще вот цель твоей деятельности хоть как-то есть такого не что как минимально по как-то там вывести людей на чистую воду смысле 200 людей на чистую воду ну показатель реалии уточни уточни но ты вот видосы даут практически бесплатно до делаешь но но вот я где сам знаю тоже клипу монтировал знаю какого-то кропотливо собрались потащики сделать качественно какую отдачу то это или просто так не преследуешь никаких особых целей ну естественно хочется выполнить свой долг перед богом наверное как но я чувствую какой-то долг перед богом а какой долг просто не молчать показать преступления там евреев например и показать правду о том что мы на плоской земле правду о строении земли и таким образом выполнить какой-то долг перед богом так ты говоришь тебя ищут да я просто думаю что мы мотивация с точки зрения ну пи она как глубоко спрятана в моем случае но именно такая подлинная мотивация потому что еще фильм знание лиминати один мне сказал снять бог понимаешь у меня были трудные времена тогда и я точно знал что я должен сделать это крайне подозрительно ну представь себе ты встаешь утром ты точно знаешь что тебе надо делать куда идти какой микрофон покупать там какую камеру покупать на свои деньги а ты через такой студийный микрофон да вот так вот беседу ведешь через профессиональный конденсатор нюмана рада не подешевле но качество почти такое же но вот скажи ты говоришь тебя ищут до ой да они только хуй своей жопе найти смогут ну а те же самые спецслужбы не что неужели на тебя не докопаются спецслужбы чего какой страны но ты говоришь вот локально глобально до скрыться невозможно поскольку париж да там центральный такой огромный компьютер имеется которого не скроешься правильно понимаете конечно от зверя не скроешься а компьютеры носят название зверь то есть они если захотят сильно они тебя найдут верно но не совсем так ну вот я приведу пример например у тебя домик находится где-нибудь в лесу да то есть ты купил домик там дачный участок он как бы в лесу есть электричество есть формально адрес улицы да то есть но даже полиции ты просто знаю эти места как бы даже полиции придется поднапрячь чтобы реально доехать до тебя потому что там как бы но это не типичный домик лес да и как бы среди леса можно купить дачный участок присмотреть и там будет электричество и даже полиции но составит труд чтобы найти именно правильный адрес дома понимаешь есть такие места о чем это говорит это говорит о том что человек который хочет чтобы его не нашли он может сделать так что его не найдут кто ищет варианты можно на другого человека зарегистрировать ну главное не запускать покемон гол потому что покемон гол сразу стриме с камеры это твои перемещения по интернету а если ты не запускаешь покемон гол то пока более-менее безопасно тебя особо никто не найдет но опять таки чтобы тебя искали это придется выделять ресурсы понимаешь поэтому ты должен ну твоя поимка должна быть обоснованы я слышал что если ты ничего не производишь ты никакие фильмы не создает что например тебя я думаю точно искать не будет никто я слышал что их интересует в основном те которые уже какой-то там криминальное прошлое там имеют говорили люди работающего структура они данных на них повесить помогут что захотят ну это да это в основном для статистики они делают чтобы статистика раскрытие преступлений было но это понятно и погоны те же самые ну да да а вот так вот смотри вот то же самое то решено напрямую вот из того же самого мессенджера идет в мбд конечно напрямую а потом если когда копаться вот локальным образом то есть б например если в российскую федерацию там москву дал центр посылает до данные вот это и по цепочке сидит туда местонахождение дача это ну да да то есть для того чтобы тебя поймали ты как минимум должен заинтересовать анб правильно поймали смысле начали искать ну да да почему ты должен заинтересовать анб если ты ничего не производишь ну да и поэтому даже даже lsd не синтезирует а это вот такой момент что говорят вот не человек рассказывал что он там сообщался с людьми которую там 20 лет травку употребляли они люди ну прям такие не по годам умные алкоголик типичного там тупицы то есть стоит о том что почему борется с искать с планом потому что ее потребление хотя развивает умственные способности то есть человек начинает задумываться может по-другому альтернативно да да это абсолютно правда ты говоришь абсолютная правда я вот на днях употребил мускатный орех типа как легкий психодел и ты знаешь что вообще вообще не в штырила даже то есть там печень должна начать синтезировать какие-то компоненты чтобы нормально штырила вот так получилось что видимо печень уже не синтезирует и почему-то вообще не накрыли у меня хотя до этого я пробовал нормально накрывала поэтому я такой вывод только для себя сделал что только один путь это синтезировать лсд можно разбогатеть не хило на этом там за один грамм компоненты на относительно дешевые все равно из так по количеству перевести и ты там дофи дохуя дать насинтезируешь на год вперед понимаешь и потом просто капаешь на марочки продаешь всем то есть можно реально разбогатеть потому что получается очень большое количество психоактивного вещества по количеству и собрать знаешь там наберешь этот пузырьков да там через аптеку как-то этих химических компонентов отдельно да и с этих там десяти пузырьков ты там насинтезируешь там на года вперед и каждому будешь по марочке подам продавать там знаешь друзьям там тоже безвред безвредно и еще бизнес тебе оплата труда гарантирована герман стерлигов что общий за человек ну это это интересный еврей конечно мне понравилось как он сказал такую вещь он сказал говорит почему наш хлеб стоит 5000 рублей за буханку горит а если у вас нету денег говорит вы просто приходите к наш наш магазин да и мы вам бесплатно нарежем 200 грамм хлеба как этот военное время пайка было да а я вот думаю надо реально пойти и попробуй так сделать я сто процентов уверен что не нарежут бесплатно надо сказать во имя христа тогда типа он нарежет но мне кажется что пиздит все-таки не нарежет просто как научный эксперимент провести тоже расточительство такая сумма за буханку хлеба это расточительство на наоборот чем-то вот еще второй момент он говорит что типа он цена хлеба такая высокая пять пятьдесят тысяч рублей за буханку из-за того что он производит на натуральном зерне супер натуральная ну да но прикол в чем прикол в том что ты не можешь отследить это зерно ну вот я еще и интересует поэтому тут спокойно может быть хуцпо они ждят тоже могу продавать и обосновывать сцену что зерно супер натуральное там типа техника не используется и поэтому такая цену он говорит что техника не используется поэтому такая высокая цена на зерно да а это проверить никак нельзя то есть как собиралась зерно техника или без техники поэтому никак это проверить нельзя получается что ты гарантированно оплачиваешь хуцпу тоже интересный момент такой и неужели есть просто него но это в основном люди с низким интеллектом я думаю в принципе даже бедных людей можно заставить платить сколько там у него 500 тысяч рублей за буханку и сколько там я 0 прибавляют или 5 или 5 миллионов или 50 миллионов за буханку я не портю как этому что 50 миллионов за буханку может закон завод купить да я не помню сколько я просто 0 каждый раз прибавляю он он групп 500 рублей я я смотрю видос вам 500 рублей было но это все равно дофига ну или 50 тысяч рублей но предположим вот даже если 500 рублей на то уже пипец просто уже никуда не лезет вот даже православных людей в принципе можно заставить покупать такой хлеб пользуясь пользуясь хуцпой да еще хуцпа в том что человек может быть просто прикрывается православием типа во славу христа во славу христа и таким вот образом заставляет верующих людей покупать в общем для тебя он подозрительная личность да ну да личность конечно подожрительная с и так проанализировать слушая а как ты относишься к ношению бороды вот помнится в одном из видео как раз таки из телегов он там как я защищал что мужик должен носить бороду хотя бы там по минимуму но опять-таки вопрос мужик должен носить бороду с какого периода то есть сколько ему должно быть лет нельзя говорить что человек должен носить бороду надо сразу тогда определиться с этим с возрастом с какого возраста мужчина должен носить бороду мы предположим что с полового созревания да там среднем возьмем где-то 14 понятно что там не будет идти расти лично у меня в 15 только там усы начали расти а так ближе штат 17 уже почти на нормально пошла но я начал конечно бриться и она начала провоцироваться и уже нормально так гусенько стала расти но я бы не советовал молодежи вообще носить бороду объясняю почему просто банальная польза тёлочки не любят колючую бороду ну ты знаешь те тёлочки которые будут понимать то что мужик должен носить бороду почему если она растет у ой 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 что ты несешь сейчас даже нормальных тёлочек не найти которые бы ну просто бы нормального ты хочешь найти чтобы она понимала что-то она живет ощущениями борода колючие возможно низкоранговый самец возможно надо как он найти замену то есть я заметил что их интересует в основном такие няшки как мы говорим и называем петушки им там подойдешь леща дашь они даже себя не постоять ну да да такие люди как сол гудман ну знаешь я не умею думать у нас тут достаточно этих гамас ясно няшка такой не но у него борода нормально растет а так ты-то вправ бывает и тоже к не похоже дать на типов побрейся обалдела что любит и каблуки не носи не красят а да блин да есть такой момент и в принципе в он прав то что действительно уже как бы стереотип такой сложился то что мужику подавляется уподобляется бабе оба мужику да да разумеется и баба она будет руководствоваться своими ощущениями не ну знаешь есть вот такой тренд пошел там кто-то или тимотис спел дайся тебя нет там и все тянет бороды типа и гендаш не помнишь да такая песенка если не знаю я не смог не слушаю дегенеративный контент но в любом случае я это слышу это по радио там машина проезжает даже самому натали с этим с кем она вместе с двером забыл тоже борода ты такой а ты такой мужчина за бородой и попала сети там ну как-то может своеобразно такая реклама ночью замечаю что типа ну вы не просто из-за того что тренд но это хасиды евреи придумали бороду заносить ну знаешь тут я с тобой соглашусь почему потому что это еще со времен пророка пошло понимаешь мухаммеда 100 естественно так ты тоже идут из исламист ну мы с тобой общались с собой вели подоб темы на подобные разговоры а я не помню а не помнишь у меня короткая память да я с тобой разговаривал разве ну естественно а ты исламист который ну знаешь такого термина в исламе нет это уже придумали не мусульман а мы с собой не смогли договорить до конца да 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 понятно так что если так задумано дворцом значит посмотри все взять льва да у него грива есть там до львицы и нет это отличительные внешние признаки вот так вот если логически подумать если мужик она растет вот остальных местах и женщины музыкам они совпадают до 8 покров а почему на логика неправильная совершенно я тебя скажу так что задумано творцом и именно есть ходить по бороду ну смотри смотри у льва например волосы на голове они очень длинные а у львиц очень короткие значит все бабы должны стричь голову коротко мужчины должны быть гривы как металлисты охуенно обосновал и самое главное убедительно не таком случае я виду потому что именно по задумке дворца и отличительные признаки знаешь вот например то же самое там чем больше рога там того сама ли там более доминатным является я не говорю что чем больше должна быть борода мужика тем лучше нет просто таки отличительные мужские качества внешним ты можешь не согласиться к этим в принципе твое право ну вот у нас такое убеждение к даже мы города у кого у вас мусульман такое убеждение посмотри давай не будем исламскими трогать те же самые например папы почему они будут отращивать на руси например точно также бояре там осилий ну наверно не знаю но в этом же нет ничего прискорбного согласись в этом нет ничего прискорбного но это печально почему печально ну потому что потому что пользы никакой нет от бороды только один вред ну здесь я не согласен тебе наоборот даже скажу что есть хадис и я просто не хочу от себя тянуло толковать именно пользы бороды если тебе интересно я могу почитать почитать а так в принципе у каждого из права оставаться на своем мнении тут ничего такого нет и и даже среди мусульман который считает что это не обязательно носят ну то их не упал я тебе говорю что пользы в практической жизни нет тут смотри пошел ты на пляж летом а соль ты одевать кстати нельзя если ты мусульманом ну а ура пансы нельзя одевать почему шлюпанцы можно нельзя сорт я тебя могу сказать смотри аура должен быть закрыть все что ниже пупка и выше коленда должно закрыто быть мужика ну вот смотри значит пошел ты на пляж длинные шорты которые не желая да 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 пошел ты на пляж закрыл все что ниже пупка одел бороду а рядом стоит мужчина похожий на Леонардо Ди Каприо у которого пупок там ниже пупка не закрыт у которого нету бороды и тёлка думает да нафиг этот бородатый у которого там закрыто ниже пупка есть нормальный мужик который похож на Леонардо Ди Каприо таки да думает тёлка и даёт другому так вот я тебе скажу что туда с такой целью мужик с бородой не пойдёт вообще туда не фиксоваться не положено там где там раздетые там женщины ходят потому что он знает то что у него есть например спутница жена там богобоязненная то же самое с Аманка у него совсем другие приятели совсем другие понятия поэтому тот момент такой что ему вообще туда идти он конечно может пойти там да если там никого там нету запретных таких да вот вещи там голые бабы ходят ну полуголые там можно пойти опять таки если даже если взять таких людей которые например вообще они неверующие там суперские бородатые но если они при бабках например вот есть даже картинка такая толстяк на джигулях он свинья а толстяк на х5 он сладкий медвежонок понимаешь да всю суть еще раз ну какую-то жердяй как урод да на жигулях он будет считаться в глазах женщин жирной свиньей а если он будет на х5 он будет сладким медвежонком ну да ну вот понимаешь то есть если у тебя есть бабки то не важно как ты выглядишь тоже такой момент а так тебе это напрягает не устраивает меня там мне как-то ровно мне такие женщины не интересны которым нужны материальные блага почему потому что у тебя их нет нет у меня это я я обеспечиваю по минимуму я обязан обеспечивать именно с этим проблем нет как бы но ты сам понимаешь что все это может как прийти таки уйти это можно и потерять то есть не в этом счастье конечно ничего плохого нет там быть житочным богатым но разве тебе бы устраивало то что ты нужен своей женщине только ради бабок тебя бы это не напрягало ее не интересует внутренний мир то как ты относишься к своей деятельности ты пытаешься до людей донести какую-то правду бы не напрягало еще раз тут лабиринт я не могу выбраться не понимаю что делать еще раз что там ты сказал но вот если бы у тебя была бы женщина ты был бы прибав тогда и ты нужен только лишь ради бабок ее не интересовал бы твой внутренний мир какой-то там позитивный хороший человек это было бы наплевать тебя бы это не напрягало ну естественно напрягало ну так что мне такие женщины не не интересует ну так все женщины такие ну вообще да женщины так коварные существа ну знаешь если единственное что просто наверное у тебя опыта мало я вот тебе скажу что ту женщину которая будет вести свою жизнь в контексте лиги она не будет себя так вести именно настоящая а так да конечно они выбирают у них всегда есть вариант B если с одним не получилось она ведет к другому и выбирает тот кто лучше и со мной и с друзьями с вами такое тоже было но да это вообще как мы говорим шкуры женщина опасна существа ну так так и мужчины делают тоже но что что за мужчина который так будет делать всякое возможно конечно всякие жизненные ситуации там а что у тебя реально память короткая да ты забыл пообщались ну да или может потому что я вот так поменял там же красная красный маслкар у меня был ну да возможно я не помню я понял там я там этот модем что-то перезагружался помню в принципе никогда не было что такое еще интересно спросить у себя вот так подготовился написал мы так сейчас причем принципе положительный парень с удовольствием провести смотрю есть о чем поболтать так я тебя не спросил в прошлый раз так что ты этот машину повесил на аватарку это же халяль хораля хораля чего ты взял кто-то такой сказал нельзя красная машина крутая это нельзя это не по-мусульмански почему доводы есть на это доводы какие доводы есть у нас нет нет смотри есть нет ничего плохого иметь хорошую машину в принципе такие маслкары они мне не нужны потому что здесь используют в контексте там понтоваться в этом смысле никакого нет даже знаю машина есть нельзя пантоваться это харам это не ты должен говорить это я должен говорить смотри есть шейх в этом эмиратах что ли он там 7 ммр есть одинаковых но разные по цвету понедельник он ездит исключительно там на красном там а вторник на зеленом и так и по радуге так вот я тебе скажу что это расставщичество это запрещено смысла в этом никакого нет нет ничего плохого иметь хорошую машину качественную надежную там сетя большая семья такой там джип то есть все за каждую копейку будет спрос а то что я повесил на аватарку просто тупо аватарка мне нравятся такие машины просто нравится это же не означает то что я там хочу иметь я тоже хотел мою любимую ламборгини каунтач иметь за 6 лямов можно взять но сейчас мне убеждение такое зачем она мне единственное что можно пофоткаться проехать все больше прихоти своей удовлетворить но нет в этом смысла так зачем ты вешаешь тогда просто мне нравятся эти машины просто я не не продаю этому значение мне нравится просто эта машина если раньше в 60-70-х годах это была обычная машина как сейчас например приора то сейчас их используют тюнингуют прокачивают ради понтов то есть в этом смысле никакой смысл прокачивать тачку чтобы потом понтоваться звуком прилегать газовать газовать ты дурачок что ли смысле там как тебя бог для чего создал чтобы ты газовал я имею ввиду прокачивать так чтобы потом показывать какой там движок под капотом газовая там на газ класс в этом смысле никакого нет нет потому что заняться нечем какую-то хуйню придумываете там тачки тюнинговать там ну вот я этим не занимаюсь они просто не нравятся просто нравится какой-то бред там придумываете ну это я согласен да там тачка на прокачку смысл в этом никакого нет есть вещи гораздо более важнее я думаю ты догадываешься есть более вещи которые важнее жизни конечно ты имеешь ввиду лоли что ли хотя бы лоли знаешь я таки знал что именно у лоли не лоли важнее конечно любой тачке что дороже тачка или лоли ну это очевиден конечно ну вот видишь тачка у тебя не отсосет ну вот это он такой похоти у тебя такая имеется конечно я же демон по по типу психики по кобу тем не менее это не мешает мне с тобой общаться скажем так твои плюсы перевешивают твои минусы да разумеется а вот скажи это самое вот еще там исследователь а кстати как ты к беляеву относишься ну нормальный блогер он наследие легачи наследие чего ну наследие легачи по-английски канал такой я не смотрел ну что-то наподобие такого беляя позитивная ну я не знаю там много кого можно перечислять как как ты кунгур относишься такой позитивный парень смешной ну знаешь можно так посмотреть иногда я его практически не смотрел нормально так гуев наебывает может я помню только что и вот когда вот на институте бэч это там михайл как бы и не стало дальше смотреть бытого достаточно такой нормальный молодой позитивный парень ну я понимаю все с точностью нам да наоборот да ну да ну я тебе говорю именно тогда на институте бэл течетом на аватарке стояла его фотка да ну да да ну так да не ну кунгуров он он педофил просто доказанный понимаешь то есть есть доводы на это я же показывал доводы фильме другая сторона ну вот не посмотрим у него есть фотка где он держит лоли за жопу она к нему прямо на коленке села и он с ней фоткается и улыбается при этом такой взгляд похотливый я понял ну озабоченный человек понятно слушай а через пару часов ты будешь свободен чтобы тебе перенабрать потом ну я думаю что нет с другим будешь общаться да да нет чем сейчас уже заняться нечем общаться с вами днями я же не знаю того распорядка поэтому будешь общаться с ним ты же парень такой занятой каждый день ты общаешься с новыми интересными людьми ну просто сейчас на тренеру иду сейчас время уже подошло потом попозже тогда что-то связаться ну хорошо в принципе да давай звони ну уже не сегодня да ну да да ладно тогда что так собор тогда да да ассалям алейкум 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 Продолжение следует...